Называется наш сегодняшний диктант в роще. Заболевал всю одежду и пришел на уроки весь заблеванный. Молодя, еще одно списываю и отбираю листок. Получаешь двойку. Все под контролем. Заткнитесь, пожалуйста! Какая тройка? Вы что, офигели что ли? Это пять. Почему вы меня не отпускаете в туалет? Я не могу понять. Я не скажу, как у школы, а закончил. Итак, записываем. Невозможно ошибки делать вообще в этом тексте. Я аж заплакал. Как тебя зовут? Дмитрий Егоров. Когда закончил школу? Закончил Одинцовский... Гуманитарный лицей у меня Александра Сергеевича Пушкина в 2005 году. Какие цены были в школе в среднем? По-русскому было от тройки до пятерки. Пятература? От четверки до пятерки. Но в аттестате обе пятерки. Пять, десять, пятого. Четыре, пять. Десять, пятого. Ожидание экзамена? Ожидание не менее как три ошибки. Любим был в нашей школе. Информатика, мы на ней пиво пили. Училка молодая была. Мне не нужна доска омял, чтобы провести этот сраный урок. Расскажи самую позорную историю школы. Не знаю, насколько она позорная. У меня друг сломал ногу. Я был в восьмом классе. Мы решили поэтому попробовать водку, чтобы его полечить. Я зашел в магазин, купил салют золотоглавую, сказав, что это для моего отца, который в запое. И выпил эту чекушку водки из алюминиевого стакана термоса. Заболевал всю одежду и пришел на уроки весь заблеванный. Дима пришел. Сам пришел. Данила. Школа я... У меня пять школ было. Выгоняли? Из одной. Из Чертановской. Из-за чего? Оценка по-русскому. Пять. Как так? Я хуже. Что хочешь сказать своей учительнице по-русскому? В литературе? Как зовут ее? Точно не помню, какую зовут. Ну, я помню, что ее Лену звали. А дальше ничего не помню. Да это уже все в прошлом. Я все забыл. Полотекс.XL, получается, 20 лет мне. Школа футбола. Школа какой учился? 59-я школа. Средняя. Города Курска. Фамилия-то Кироцова? Горяйна. Оценка по-русскому языку твоя? Блин, ну я не знаю, 4. Вообще смешно, вот 4. Ну, то есть, типа, ты не двоечником был в школе? Ну, у меня девочки вообще за меня решали. Все. Я так уже. Потом по 500 рублей скидывал, потом лайки в Инстаграме. Поставишь лайк, там. Контрольный, да. Как звали учительницы по-русскому языку? И что ей хочешь передать? Ой, да вообще ничего хорошего не хочу. Все держали, испортили. В углу стоял просто постоянно. На русском. Алла, по-моему, Михайловна его зовут. Ну, потому что за красивые глаза. Такое было, в принципе. Ну, короче, как обычно, ничего не делал, просто так. Да девочки, говорю, разрешали за меня все. Я по-физре. Нет, в углу стоял. Почему? Просто потому, что такой неуправляемый. Без пульта в шоу в комплекте. А мама мне говорила. Учись хорошо, сынок. Самый позорный поступок из школы, который можешь вспомнить. Ну, зубы мне выбили. Передние. Передние? Два зуба. Рассказывал, как. Мои ожидания от диктанта. Мои ожидания от диктанта. Главное, не проводится вообще. Ну, я... Кого ты хочешь обыграть? Антона Васильевича, конечно. Кого еще? На самом деле, я умный. Вы думаете, я такой, да? Вы думаете, я такой вот дурачок? Я сейчас больше всех напишу. Какой дурачок? Вы не думаете, что я дурачок? А мне надо больше всех писать. Там надо правильно написать. Парашют через Ю, конечно. Я выбрал. Павлов Артем Павлович. До девятого класса Октябрьская. Поселоковская школа. А после девятого лицей номер два Город Рыбинс. Какая оценка по-русскому была? Всю жизнь пять. Всю жизнь. С детства? С первого класса по одиннадцать пять всегда. Ты что, даришь? Серьезно. Не надо им писать диктанцию. Как звали учительницу по русскому языку? Что хочешь ей сказать? Марина Александровна Ситцина и Наталья Александровна Косилова. Я вас очень сильно люблю и передаю вам огромный привет. Вы стали настоящими наставниками как по предмету, так и в жизни для меня. Здравствуйте, класс! Меня зовут Полина Дмитриевна. Это моя коллега Анна Антоновна. И сегодня мы будем в роли ваших учителей. Меня зовут Бема Анна Антоновна, 2001 года рождения. Окончила среднюю специализированную школу номер девять имени Алексея Стаханова. Вот с уклоном на английский язык. По русскому у меня было пять. Меня зовут Копейкина Полина Дмитриевна. Я по образованию учителя русского языка и литературы училась в МПГУ, поэтому по русскому языку у меня пятерка. Как думаете, вы справитесь с этим классом? Кажется, он вам трудным? Мне кажется, что да, это очень трудный класс, но зато веселый. Как сегодня показал наш опрос днем, у вас по знаниям школьной программы есть такие проблемы нормальные. Поэтому сегодня мы будем вас образовывать и проверять вас на знания русского языка. Полина Дмитриевна, раздавайте листочки. А вам, дорогие подписчики, мы предлагаем тоже присоединиться к нам и писать диктант вместе с нами, чтобы в конце проверить результаты. Володя, ты дежурный сегодня по классу, почему доска не помыта? Топтыгин, он не моется. Потому что они не моются писать. Уважаемая учительница русского языка, Полина Дмитриевна, успокаивайте класс, чтобы не молчали. Почему вы меня объяснили, почему у меня в клеточку тетрадка? В Казахстане? Ты, по-моему, перепутал. Я вам так скажу, люди приходят, чтобы их учили в школу, я приходил, чтобы получать знания, понимаете? Успокойте класс, чтобы заткнулся, крикните на... Заткнитесь, пожалуйста! Сергей Владимирович у нас сегодня в роли комиссии, которая у нас будет... Чтобы никто не списывал и так далее. Поэтому мы, ребята, с вами сдаем мобильные телефоны сейчас, и вы получаете их только по окончании урока. Сергей, собирайте. Я против того, чтобы собирать телефоны. У Бухара, может быть, кэшбэк какой-то там возвращается, у кого-то еще какие-то дела. Поэтому на совесть, оставляем на совесть. На внешнем листе, в верхнем правом углу вы подписываете имя, фамилия. По центру дата сегодняшний день, диктант. Имя, фамилия. Эй, читер! Диктант? Опа! У него же чок, блядь! Да тихо, блядь! Блядь! Серьезно, дарил? Я не могу, у меня телефон, я диктант. Диана, я диктант пишу. Я диктант пишу. Сдаешь. Посмотри, они меня же оставляют телефон забрать. Нормальная тема? Ну, тоже с командой, поэтому надо... Сейчас напишу, позвоню. Единственный человек, которому пожелали удачи. Должен. Смотрите, я вас просто предупреждаю, что никто отсюда не выйдет, пока моему не... Свои легкие веки. Я сейчас повторяю предложение сначально. Володя, еще одно список, и я отбираю листок. Получаешь двойку. Так, второе предложение еще раз. Последний раз интернационно выделяю запятые. Я бросился под высокий куст орешника, под которым молодой стройный клён красиво раскинул свои легкие ветки. Дальше. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Поехали на бутылку. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Следующее предложение. Листья слабо колебались в ашине. Колебались в ашине. И в жидко-зеленоватые тени Бухары на кровати. Сойдили взад и вперед. Блять, что за текст вообще? А каждый думает в миру своей распущенности, Володя. Ну вы блять... Касьян присел на конец с березы. Вверх-вниз. Калзеев в зад и вперед. По его чьедушному телу. Какие под еботы? Заткнитесь к Антону. Ха-ха-ха. Почему вы меня не отпускаете в туалет? Я не могу понять. Листья слабо колебались в ашине. Их жидко-зеленоватые тени Скользили взад и вперед По его чьедушному телу. Кое-как закутанному в армяк. Это что? Это другое предложение? Нет, это продолжение этого. А я точку зачем ставил? Кое-как закутанному в армяк. Касьяна, армяк. Армяк? Заткутанному в армяк. Открой все уши, пожалуйста. Давай дальше. Ань, Бухар там, блядь, из школы коррекции ебутый. Пожалуйста, блядь. Я не могу, нахуй. Все. У меня уже просто. Вы меня не отпускаете, блядь. Он красный, блядь. В туалет, нахуй, не отпускаете. Я сижу в ах... А кто она в нас? Вы, друзья, пустите в туалет. На экзамен идет какой туалет? Да можно идти. Я не могу, нахуй. Я ж заплакал. Итак, следующее предложение. Сначала я просто читаю, потом медленно диктую, вы записываете. Наскучив его безмолвие, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом небе. Итак, записываю. Наскучив его безмолвие... На спину, как пишется? Быстрее. На раздельную кустину. Итак, читаю предложение полностью. Итак, наскучив его безмолвие, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом небе. Все под контролем. Комиссия ЕГЭ следит за всем. Понимаете, что Гири и Киса просто списывают у... Не, правда. Это наш фрейрок. Так вы же ему аннулируете. Как это... Блядь, это кто? У нас первый парк. Брат, от тебя очень неожиданно. Блядь, Киса, ты тупой. Зарпал. И рот свой, сука. Как ты с игроками разговариваешь? Начинай, пожалуйста. Начинай. Удивительно приятное занятие лежать на спине и глядеть вверх. Давай я за вас напишу, сыграем. Невозможно ошибки делать вообще в этом тексте. Ой, блядь. Вы ябоны в пачках чипсы. Чипсы с вы ябонами съел, блядь. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко растилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но словно корни огромных растений спускаются от весна в тести пляно-ясные боны. Я закончил. Я заканчиваю с карьерой русской. Заткни. Мне кажется, это полгода. Это песня в Волоне. Это последняя? Это последняя песня. Ура. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко растилается под вами, но словно корни огромных растений. Но словно? Но словно корни огромных растений спускаются от весна в стек в стеклянные ясные волны. Сейчас, теки не спускаются. Спускаются от весна в те стеклянные ясные волны. Стой, подожди, спускаются от весна? Да, от весна. Спускаются от весна в те стеклянные ясные волны. Те стеклянно- ясные волны. Итак, вам кажется... Петух, блядь! Убери свою ебало! Я понял, где у него кофе, ты вообще тупой, блядь. А можно минус, да? Минус, вообще-то, самые такие выражения... Хорошо, лишите меня премы, блядь. Так, еще раз повторяю последнее предложение, будьте внимательны. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются отвесно в те стеклянно-ясные волны. Листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Это, конечно, шанс. Не, можно проверить? Подождите. Ну, хотите, давайте прослушаем весь диктант быстро. Да не, не надо, давай сдадим уже. Наблюдательная комиссия не нашла ни единой ошибки, ни единого замечания. Ни единого ошибка. Все прошло идеально. Господа, Полина Дмитриевна и Анна Антоновна сейчас подведут результаты. Блядь, какой они подведут, что я писать в двух играх. Две грамматические, о, две пунктационные ошибки считаются за один балл. Одна пунктационная ошибка – полбалла. Грамматическая ошибка – один балл. Это для того, чтобы нам потом оценивать результаты. Первый мы рассмотрим работу Георгия Тегиева. Георгий! Тегиев! Итак, у Георгия Тегиева две грамматические и шесть пунктационных ошибок. Две грамматические и шесть пунктационных. Итого Георгий Тегиев набирает пять баллов. Перевернутых. Правильно? Думаю, можно поаплодировать Георгиеву. Ильисицын, Илья. Также его нету в классе. Тут, Антон, тут, тут. А, здесь, Илья, мы отвернулись. У него две пунктационных и десять грамматических ошибок. Нормально. Это пять, нахуй. Это пять, нахуй. Семь баллов, к сожалению, Георгий Тегиев пока у нас лидирует. Ладно, Гиля. Вот, Андрей. Гиль, как ты, уверен в себе? Причина по сетей слов не очень. Ты списывал у Павлова? Нет, нет, нет. Он у меня, в любом случае. Он списывал у тебя? Нет. Признайся. Тебе баллов дадут за честный. Просто на камере все написано, если мы увидим, что он тебя списывал, ты... Так, чистые глаза иногда падали туда и все. Нет, ну как бы, я не видел, что... Нет, смотри, если... Я ему ничего не подскажу. Здесь очень простая ситуация. Если он тебя списывал, если ты давал его списывать, и мы увидим, что ты давал его списывать... Что, Тегиев, я не смогу ему не дать, то есть я как могу обредить его. Убедить его, он же не подпасал. Своей стороны, нам встреча никаких действий не было. То есть ты не видел, как он тебя списывал? Здесь, смотри, я не видел. Человека запугал. Хорошо. Хорошо, молодец, правильно говоришь. Нормально, он выдержал, мало ли бы сейчас слил. Это проверочка была. Так, значит, у него три драматических ошибки и семь пунктационных. Нормально. Ну, за это мы ставим, он набирает у нас три плюс три с половиной. Шесть с половиной баллов, что лучше, чем у Ильи Лисицына, но хуже, чем у Тиги. Бля, сука, я сейчас как напишу этот диктант. Бля, честное. Ребята, Александр Андреев. Андреев Александр, девятая гимназия, город Королев, восемнадцатый год. Первая моя учительница, Валентина Алексеевна. Хочу ей сказать, что благодаря ее дисциплине, в целом, русский язык я знаю достаточно неплохо. Вы все говно! Вы все говно! Какие мысли по Александру, который говорил, что очень хорошо знает русский язык? Я говорил, что хорошо, блядь, не очень. Ты сейчас врешь. Хорошо, не очень. Он сидел еще и пять минут тренировал на ошибки. Итак, какие мысли? Пять грамматических. Я поэроволок. Александр у нас пять грамматических, четыре функционных ошибки. Итого, у Александра так же семь баллов, как у Ильи Лисицына. Павлов Артем. Опа. Вот этот вот ботан, который говорил, что у него пятерка по-русски. Слышь, у него сейчас два, нахуй, и я, блядь, на пять набежу. Четыре функционных ошибки и ни одной грамматической. Ма-ла-дец. Короче, ладно, дальше идем еще быстрее. Исселек Никита. Одна грамматическая ошибка. Моя. И все. Да, блядь. Выходит на первое место. Считая девяти пункту сотых. Как я это сделал? Пока что осталось. Итого пять. Все, все. Чего? У тебя еще геймпинг. Я тебе все рассказал, как правильно, блядь. Блядь, как на конец пишется? Разъем. Слит, блядь. Слит, блядь. На спину как пишется? Быстрее. Антон Васильевич Сосниль. Жара заставила нас, наконец, не выделен наоборот. Да, считаем за одну ошибку, в котором молодой, стройный, нет запятой, к сожалению, вторая. Хозяин присядл на этот толстый конец. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине. Их жидко-зеленоватые тени все правильно скользили. А что ты не заметил ошибку? Срубленный, две Н. Блядь. Что, вообще, что ли? Я учитель, Антон Васильевич, блядь. Какой нафиг учитель, блядь? Жидко-зеленоватые тени скользили взад и вперед по его тщедушному, к сожалению, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных с одной Н. Господи, боже мой. Ужас вообще, я говорю. Перепутанных листов на далеком, на далеком запятаемой. Да, на далеком. И светлом небе. Три грамматических, три пунктационных, твердая тройка. Какая тройка? Вы что, офигели, что ли? Какая тройка? Вы что? Вы что приколойтесь? Три грамматических и три пунктационных ошибки. У Антона Васильевича 4,5 балла. Он выходит на чистое второе место пока. Если бы мне одну подсказку не дали, я бы был на 3. Ярусов Данила, который благодарил свою учительницу сегодня. У него одна грамматическая, 6 пунктационных, и он набирает 4 балла и обгоняет даже Антона Соснина. Это кто? Ты что, вообще что-то? Ярус. Я дополнительно занимался просто. Артем. Яком, блядь? Артем Линдовский, 4. Что, 4? Оценка. Ага. Или там нет оценки? Сколько ошибок? 70. Пунктационных, ой. Пунктационных 10. Я думаю, 3 и 6. Две грамматические и 5 пунктационных. 4,5 балла, как у Антона Васильевича Соснина. Итак, Вадим Тимченко. Как вы думаете, сколько набрал ошибок Вадим Тимченко, который сидел с прекрасно отработавшим ярусом и льдом, который набрали по 4,5 балла? Я думаю, он вот так сделал. Вопрос в том, кто из них хорошо отработал. Над нами камера висела вечности. А, у нас Тёма вообще всё время сверху стоял. И Рома с камерой. 1 и где-то 3. 4 пунктационных ошибки. Итого 2 балла. Это лидер сегодня. 4 пунктационных, ни одной грамматической. Великолепная работа. Есть текст. У тебя также? Да. Но у меня там ошибки, вы место вставили, не пойми, что в далёком светлом небо. Ладно, не кричи. Ибрагимов Табриз. Вон он спрятался там за стол. У Табриза 2 всего грамматических и 8 пунктационных ошибок. 8. Итого 6. Итак, остались у нас Володя XXL, Артём Венгер. Кузьмин Артём. Когда закончил школу? Какую школу и когда? И сколько школ сменил? Я не скажу, какую школу, а закончил. Поменял я одну только школу. Закончил, я не помню в каком году. Как звали классную учительницу по-русскому и что ей хочешь передать? Её звали... Ладно, это можно сказать Валентина. А, нет. Её звали Надежда. Я хочу её передать, потому что она отвратительный человек. Почему? Потому что она совершала мерзкие поступки по отношению ко мне. И у меня был конфликт с её сыном. Её сын в самый нужный момент проиграл мне. А конфликт из-за чего был? На почте разногласий на футбольном поле. Вы подрались? Нет. Я его побил. А Валентина что? Пять ёбаных! НОЛЬ! ВАЛЕНТИНА! В роще! А у Е? Жара заставила нас, наконец, к сожалению, нет одной запятой. Листья слабо колебались в вышине и их... Запятая. Да, запятой нету. Вперёд по его тщедушному... От слова чад государства. Или чад кутежа. Подождите, а что мы? Ты щ... А у тебя че. Наскучив его безмолвием, я лёг на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далёком запятой нету. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается сучья, что оно расстилается... Спускаются... Отвес... 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 Что? Отвес... 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 Итого две грамматических, три, четыре грамматических. Раз, два, три. Четыре пунктационных. Четыре на четыре. Это... Добро пожаловать в команду. Это у языка рок просто. Ну, закатался он в конце. Написал... Спускаются отвесно. Отвесно. Он написал... От две... Сно. Очень грубо. Потому что невозможно, когда сидят и, блин, они вслух проговаривают предложения. Очень грубо согрелили. Яиц это... Очень грубая ошибка. Очень грубо ошибка. Очень грубая ошибка. Это гондон哦! Очень грубая ошибка. Сука, не дай бог его заставил быть. Сколько? Сколько у него бал? Скажите хорошо? Это новый Артур. Киса? У Артема 4-4, это 6. О, а у меня 5,5. Бухар или Володя? Володя, бухар последний. Володя XXS 20 лет пошло. Я думаю, для учителя это очень важная информация, конечно же. Ну давай. Диктант в роще. Почему роще с большой буквы? Непонятно. Это пол ошибки, галочка. В роще. У него с большой буквы написано. Отмечаем галочкой? Отмечаем галочкой, пол ошибки. Жара заставила нас. Тут отсутствуют две запятые. Водное слово не было выделено. Войти в роще. Две галочки, да? Я бросился под высокий куст орешника. Тут правильная запятая стоит, под которой молодой, запятая. Стройный клен, запятая, лишняя. Мы ее вынесли. Красиво раскинул свои легкие ветки, точка. Касья написано у нас правильно. Присел на толстый конец срубленные березы. Все правильно, две Н, точка. Я глядел на него, точка. Листья слабо колебались в вышине, не запятая, правильно. Их жидко-зеленоватые через дефис написано правильно. Офигеть, я правильно написал. Слышь, может он рады не соврал? Жидко-зеленоватые тени скользили взад и вперед. Лишняя запятая. По его чедушному. 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 А они все так написали, кстати. Это то же самое. Где телу, запятая, правильно. Кое-как написано на сне через дефис у него. Мирный герой перепутанных. Думеян молодец. Листьев. Запятая лишняя. Да не надо там сравнивать, да? Итак, Володя, давай посчитаем Володю. 11 пунктационных ошибок. И раз, два, три, четыре, четыре грамматических. Ну, это получается... Блядь, он этого оставил, блядь, куда не надо вообще ничего. Между прочим, в грамматике все не так плохо. У тебя всего четыре ошибки. Вот зачем ты ставишь запятую в предложении и спускает соответственно в те стеклянно-ясные волны между в те и стеклянно зачем ты ставишь запятую? Чтобы на всякий из пожара. Спускает соответственно в те стеклянно ясные или как это работает? Да, ничего. Че, че, блядь? Больше всех? Четыре грамматических ошибки и 11 компенсионных. Да, это получается... Еще без граммных. Девять с половиной. Блядь, ну хоть где-то рекорды. И барабанная дробь. Тот, который, между прочим, говорил про... Даниил Бухаров. Что он хорошо знает грамматик, это с пунктуацией у него проблемы. Ну давайте ошибки разберем Даниила Бухарова. Наконец не поставил. Кого наконец он не поставил? Кого? Вот скажи мне, вот тоже, к тебе вопрос по запятой. Молодой красивый клен красиво раскинул свои легкие ветки. Нахуя между кленом и красиво запятую ставить? Встроенный клен красиво раскинул. Нахуя между кленом и красиво я не успевал, она диктовала просто одни, блядь. 2-9. Очень неплохо. Победил Володю 6,5. Вот собственно и все. Поблагодарим наших учителей. Всем спасибо. Еще один видос, который не выйдет, скорее всего. Бухар сильная еще была. А Дима Егоров. А у него? Я не буду. А что, в чем прикол? Я в шокурсе. Так, Жара заставила нас, запятая-запятая, надеясь, Ватим Родич. Я бросился под высокий куст орешника, под которым молодой, стройный клен красиво раскинул свои легкие ветви. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени скользили зад и вперед. И вот, тщедушному правил телу, кое-как запутанному вармя. Это первый человек, который написал слово тщедушному правильно. Он не поднимает головы, наскучив его безмолвием, запятая, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком, запятая, светлом небо. Удивительно приятное занятие, дефитеры, лежать на спине и глядеть вверх. Вам кажется, запятая, что вы смотрите бездонное море, что оно широко расстилается с двумя из-подвами, что деревья не поднимаются от земли, но, запятая, словно корни огромных растений, запятая, спускаются отвесно в те стеклянно-ясные волны. Листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются золотистую запятая, почти черную зелень. Летицкая богомышь. Что? Ни одной ошибки у товарища президента. Это фигня все. Да нет, груди. Пожалуйста. Слышь, товарища президента, конечно, у вас на работу. Вперед, брат. Между прочим, он текст этот. Готовил шамны. Снимай, снимай. У него В, В отдельно стоит от всех букв. Ну, то есть, вот вся здесь, а В мимо. Я буду... Помарка. Я буду смотреть на это вечер. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok